Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу ответить на те вопросы, которые прозвучали после выхода в эфир моих предыдущих роликов. Первый главный вопрос, который чаще всего упоминался, это к какой религии я отношусь. Дело в том, что в роликах я часто упоминаю Бога, и у человека принято ассоциировать, если Бог, значит, религия. На самом деле я не отношусь ни к одной из конфессий. При этом я принимаю право людей на выбор, ходить им в какие-то храмы или не ходить, и чьи-то храмы будут мусульманские, православные, буддистские. Я была в разных, и на сегодняшний день для меня Бог существует везде. И для общения с ним я считаю, что человеку, наверное, никто не нужен. Он может общаться с ним напрямую. Но всё, что касается вопросов веры и вопросов религии, я для себя разъединяю. Дело в том, что механизм веры заложен в психике каждого человека. И это один из основополагающих механизмов, которые формируют реальность человека. И это очень важный механизм. Другой момент, что механизм веры – это не предполагает собой обязательное участие в каких-то массовых мероприятиях религиозных. Это разные вещи. Но на мой взгляд, я выражаю лишь своё личное мнение. Если кто-то с этим не согласен, я признаю право любого человека жить так, как он выбирает. Мы все свободны в этом мире. А вот всё, что касается фанатичного следования каким-то религиозным обрядам, религиозным правилам и так далее, я вообще отношу к варианту перекладывания ответственности за свои поступки на того же самого Бога, на религию, на храм, на святых отцов и так далее. Ну, что у человека в голове, у каждого может быть по-разному. Но всё, что касается психотехник, они обязательно используют механизм веры и механизм работы с высшим сознанием, Богом, в любом случае, потому что это то, ну, как можно отказаться от того, что на самом деле есть. Это есть, и с этим можно взаимодействовать. Поэтому любые психотехники это предполагают. Что касается различных направлений, которые предлагают разные психотехники. Например, я в своей жизни встречала людей, которые любят объединяться по группам. Например, одна группа называет себя «мы нарбековцы», и они во всём видят метод Нарбекова. Другая группа называет себя «мы симаронисты», и они везде видят симарон. То есть кто-то заржал на улицу, значит, он симаронист. Точно так же есть разные направления. Вот на сегодняшний день мне пишут, вы работаете в тета-состоянии, предполагая, что везде тета-хилинг. Я так понимаю, что человек просто не различает. Если изменённое состояние, значит, тета-хилинг. Но точно так же гипнотизёры могут кричать, «Так что, везде гипноз, да?» На самом деле есть более общие слова, объединяющие разные психотехники. И любая из систем, любая из методик, она предполагает, по сути дела, ограниченное количество психотехник. Несколько штук их там в системе Норбекова. Тот же тета-хилинг, по сути дела, из базовых психотехник, всего две. Точно так же РПТ. Точно так же любое из направлений, которые вы возьмёте, они дают определённое количество. Психотехники бывают разного вида. Например, когда человек слышит о видении, какая ассоциация первая возникает, если брать методики? Возникает метод Бронникова, он же заявляет больше всего о ясновидении. И возникает вьюинг, дистанционное видение. И там, и там видение, и, казалось бы, какая из техник правильная. Но вот посмотрите, метод Бронникова от вьюинга отличается коренным образом. Метод Бронникова построен на энергетике человека и предполагает вхождение в изменённое состояние сознания через расконцентрацию, через ощущение. А тот же самый вьюинг, он даёт набор инструментов, очень тонких калибровочных инструментов, как снимать информацию, как брать информацию. И в то же самое время во вьюинге, как нигде в другом, человек вдруг сталкивается с тем, что «Подождите, так я снимаю информацию или я формирую реальность?» И вот эти вопросы, уже когда они начинают в человеке задаваться, они становятся ключевыми, потому что эта реальность формируется через «и», там нету «или». Или формирую, или снимаю. Есть «и», и вот этот момент «и» найти в себе, человеку, очень-очень важно. И страхи по поводу, где он ищет, в каких мирах ищет, они, на мой взгляд, не оправданы. Если у человека устойчивая психика, если человек здоров, то войти в себя и взять информацию внутри, в себе, в своём подсознании, в своей связи с Богом, в своей душе, назовите это как хотите, в своём внутреннем свете. Это ваше право, дарованное вам Богом и природой. Хотелось бы отметить ещё один момент, который массово присутствует вот в тех письмах и в тех комментариях, которые я получаю. Через одно письмо люди дают советы. Что мне делать в этой жизни, как мне быть, что мне говорить, и как мне себя проявлять. Смотрите, дорогие друзья, советы на самом деле – это очень большая и важная тема, опять-таки, зачастую неосознаваемая людьми. Смотрите, вы проживаете какую-то ситуацию. Не со всех ситуаций в моменте «здесь и сейчас» мы можем изъять осознание и опыт. Некоторые осознаются через годы, некоторые вообще не осознаются. То есть так и уходят в подсознание, в законсервированном виде. Если с ситуацией опыт не извлечён, образуется такое «я дам образ», оно на самом деле выглядит всё не так, но «я дам образ понятный, доступный», чтобы понятно было, как это работает, принцип действия. Так вот, образуется зерно. Вот это зерно, оно хранится в нашей психике. Хранится до поры, до времени. До той поры, пока мы его не активизировали, не посадили в землю, не вспахали почву, не бросили его в почву. И вот у нас есть какие-то жизненные ситуации, с которых мы не изъяли опыт, не изъяли осознание. Они где-то там в психике хранятся, зёрнышки эти лежат. И вдруг мы начинаем беседовать с человеком и давать ему советы на какую-то тему. А потом раз, и аналогичная тема начинает проявляться в нашей жизни. Дело в том, что мы в своей жизни подняли эти семена и посеяли. И потом мы проживаем. И потом у людей рождаются пословицы, типа «подобное к подобному», «с кем поведёшься, от того и наберёшься». И пошли программы. Этими программами мы всего лишь для себя пытаемся объяснить, как запущен этот механизм. Но сам механизм запускался тогда. Тогда, когда мы баламутили пространство, когда мы вкидывали в него информацию, которую мы считали правильной. То есть для нас она была важна, степень важности была превышена. Поле мы вспахали и посеяли. А что мы могли посеять? Мы могли посеять лишь то, что есть непроросшее в нас. И таким образом мы в свою реальность накидали глупости. Те, которые мы не планировали проживать. Поэтому перед тем, как дать советы, господа, всегда думайте. Потому что на те темы, по которым вы будете советовать друзьям, или знакомым, или ещё кому-то, в вашей психике обязательно, и в вашей генетике обязательно найдутся какие-то зёрна непроросшие, которые вы неосознанно посеете. А надо ли они вам? Может, имеет смысл играть в любовь, в спокойствие, в радость, в осознанный выбор в моменте «здесь и сейчас», чтобы вам не прилетало ничего из недоработанного прошлого. Это недоработанное прошлое можно, эти же зёрна можно вскрыть, да, и использовать, изнять из их осознания во времени при помощи различных приёмов. Сейчас очень много хороших техник, позволяющих рассмотреть и перепрожить и перинатальный период, и генетические программы, и так далее. Возьмите то же самое РПТ. Ведь оно же очень много технической базы даёт качественной. Возьмите клиническую психологию, и опять-таки методы вьюинга, которые применяются, они же с клинической психологией, там много вещей хороших, их тоже можно применять. Если хотите идти более длинным путём, ну, нравится вам самоистязание и самокопание, зайдите через гештальт или через психоанализ, какая разница, вы будете просто вот эти вещи вскрывать в себе, отрабатывать, и многие вещи в вашей жизни просто не проявятся. Сознание изымется, вот ситуация завершится, и эти зёрна не прорастут. Вот не все зёрна надо сеять в землю, да? Зачем вам отыгрывать эти игры повторно? Хотя, если вам это нравится, и вам хочется вот так играть, то на самом деле Бог никого не ограничивает, и я никому ничего не советую. Я рассказываю, как это всё работает. Хотите – применяйте, хотите – не применяйте, хотите – верьте, хотите – не верьте. Это всё в вашей голове и в вашем личном применении. На сегодня всё. Благодарю за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok